В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В округе продолжаются торжественные вручения первых паспортов. Нельзя считать, что от нас ничего не зависит. Сотрудники ДПС провели рейд «Ребенок в машине». За нарушение перевозки маленьких пассажиров грозит административная ответственность. В историко-культурном центре прошла очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения с населением. Благодаря вашей телекомпании мы будем больше информировать граждан, размещать ту или иную информацию в социальных сетях на сайте. Торжественная церемония вручения первых паспортов жителям Ленинского округа, достигшим 14-летнего возраста, уже стала доброй традицией. Проводится она в администрации муниципалитета. Черной ручкой, вот в этой строчке, полностью нужно поместить фамилию, имя, отчество. Перед тем, как получить свой первый взрослый документ, ребятам нужно соблюсти необходимые формальности. В этом им помогает специалист Центра «Мои документы». Перед вручением паспортов к собравшимся обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Нельзя считать, что от вас ничего не зависит. И зависит и здесь, и сейчас те же самые успехи в вашей учебе. Кто-то спортом занимается, кто-то, может быть, каким-то образом еще подтягивает свои таланты в том или ином направлении. Да, это то, что должно остаться с вами на годы, на десятилетия, то, что должно помочь вам стать успешными, сильными умными. Вместе с паспортами молодым людям вручили памятные подарки. Чтобы разделить торжественные минуты, с ребятами на церемонию пришли родственники. Ведь для каждой семьи получение первого паспорта ребенком – важная веха. Традиционно завершилась церемония общей фотографии у здания администрации округа. Безопасность на дорогах превыше всего. На проспекте Ленинского комсомола сотрудники ДПС провели рейд «Ребенок в машине». Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Сотрудники ДПС Ленинского округа провели профилактическое мероприятие под названием «Ребенок в машине». Цель этого рейда – напомнить автовладельцам о правилах перевозки детей в транспортном средстве, а также выявить нарушителей. В соответствии с российским законодательством дети до 12 лет должны ездить в машине только в специальном детском автокресле. За нарушение перевозки маленьких пассажиров грозит административная ответственность. По статье 12.23, часть 3, кодекса Российской федерации об административных правонарушениях и предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Хорошо, что большая часть водителей соблюдает правила, но есть и те, кому закон не писан. В ходе проверки сотрудники госавтоинспекции поймали нарушительницу, которая перевозила своего ребенка без удерживающего устройства. Очень часто автовладельцы оправдываются как могут и забывают о том, что все участники дорожного движения без исключения должны соблюдать ПДД. Лешка, у меня в полчаса, я как-то понимаю, просто понимаете, если мы детьми, целый день, когда ты мотаешься по этому видному, пристегиваешься, нереально, в принципе, на фронт. Понимаете, гораздо страшнее происходит, когда трагедия. Понимаю. Но по-видному здесь трагедии, никто не произойдет. Я не доеду по трассе, конечно, я не буду. Это вы так думаете, а мы видим гораздо побольше. Для того, чтобы еще раз напомнить родителям о правилах перевозки детей в машине, сотрудники ДПС раздавали листовки со всей необходимой информацией и просили быть внимательными на дорогах. В историко-культурном центре прошла очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения с населением. В ходе открытого диалога обсудили основные темы, волнующие жители округа, среди которых диспансеризация и вакцинация от сезонного гриппа. Вместе обсуждать проблемы и искать пути их решения. Эффективность такого общения оценили и врачи, и жители. Нина Максимова рассказала, что именно благодаря встречам с руководителями медучреждений удалось решить вопрос с работой амбулатории в Расторгуеве. Благодарность у нас от населения очень большая. И встречи эти, конечно, я считаю, что очень нужны народу. Одной из первых тем, поднятых во время диалога, стала недостаточная информированность населения о проведении очередной встречи. В том числе это касалось людей старшего поколения. Пенсионеры гуляют по городу, они обязательно где-то это прочитают и на скамеечке у домов это расскажут своим соседям. А мы доносим, к сожалению, узкому кругу членам наших организаций общественных. Благодаря вашей телекомпании мы будем больше информировать граждан, размещать ту или иную информацию в социальных сетях. Тимур Асанов подробно рассказал жителям о проекте Видновской районной клинической больницы по обслуживанию пациентов на дому. Осуществляем выезды в рамках первичных, неотложных, активных вызовов, осмотры палиативных пациентов, патронажи новорожденных, патронажи диспансерной группы населения. И в рамках этого отделения на дому мы осуществляем диагностику пациентов. Это и лабораторный забор биоматериалов на дому и электрокардиограмму. Заместитель главного врача Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова проинформировала собравшихся, что в их медучреждении можно пройти люминесцентную диагностику. Это обследование полости рта с помощью специального аппарата. Это занимает немного времени при посещении вас, но буквально 5-10 минут. Но вы хотя бы ранее выявление увидите, есть ли у вас какая-то патология в полости рта. Потому что за последние несколько лет заболевание со стороны полости рта и головы, и шеи увеличилось до 80%. Люди интересовались также тем, как пройти диспансеризацию и какие обследования входят в диагностику. Пройти диспансеризацию можно в любой день недели. На базе модуля диспансеризации Виднов заводская 15. Объем, который будет обозначен каждому пациенту, он индивидуален. Пройти диспансеризацию можно за час-полтора. Еще одна важная тема, которая обсуждалась на встрече – вакцинация от сезонного гриппа. В первую очередь врачи посоветовали сделать прививку людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Доме культуры «Буревестник» прошел концерт в поддержку участников специальной военной операции. Инициаторами патриотического мероприятия под названием «За этот край» стали Московская областная организация Союза писателей России и Общественная организация ветеранов «Боевое братство». «За этот край» любой из нас готов бросаться в схватку голыми руками. Именно эти строки поэта Сергея Берсенева стали девизом концерта в поддержку специальной военной операции. Просторный зал Дома культуры «Буревестник» в Молокове был наполнен и равнодушными людьми, настоящими патриотами. Хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы верите в нашу победу. Все пацаны, которые там на передке, все на 100% выполняют свой воинский долг, который велела им Родина. Это герои, это наши патриоты, это те люди, у которых осталось и честь, и совесть, и достоинство, и патриотизм, и идеология именно защиты своей Родины, защиты малой и большой. Инициатором мероприятия совместно с Общественной организацией ветеранов «Боевое братство» выступила Московская областная организация Союза писателей России. Творческие люди уверены, что такие акции очень нужны в нынешнее сложное время, которое вновь проверяет русские души на прочность. Сейчас важно помогать и словом, и делом. Сразу пришла на выручку всем тем, кому помощь эта очень нужна. Мы выступаем в госпиталях, работаем с ранеными, даем концерты и делаем очень-очень большую работу. В течение всего вечера звучали трогательные стихи и песни. Также на сцене показали свое боевое искусство юные спортсмены из Академии традиционного карате Кио Кошинкай. Порадовали зрители и звездные коллективы муниципалитета «Гюнеш и Млада». Их душевное исполнение и аутентичные сценические образы никого не оставили равнодушными. Организаторы планируют проводить подобные патриотические и литературно-музыкальные акции и дальше. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин